Не тревожь ты себя, не тревожь, Клавдия. Сульженко, пластинка хорошая. Да жаль, патефон сломан. Пластинки уже давно покрыты пылью, а без любимой музыки и работа не спорится. Фирменные пирожки Нина Глазунова печет только в особых случаях. И сегодняшний день для жителей села Малинище как раз такой. Местные ценители классической музыки получили настоящий подарок – виртуальный концертный зал. Не каждый раз же можешь выехать куда-то послушать. Я и думаю, что найдутся такие люди, придут и будут слушать. С подружками мы разговаривали на эту тему. И так удивлялись, прям душевно удивлялись этому случаю. Радостно. Вот так вот. Я думаю, что это неплохо. Пусть молодежь ходит, пусть детки слушают. И для населения никакого вреда не будет, а только одна польза. Альтернативой заваленки стал новый культурно-спортивный центр. Его селяне ждали более 20 лет. И вот заключительная проверка оборудования, и можно начинать прямую трансляцию из концертного зала имени Чайковского. Правда, во время премьерного концерта решили перестраховаться и включили запись. Главное в этой инициативе – это то, что само село, жители этого села захотели стать соучастниками процесса виртуального концертного зала. И для этого есть возможности в этом замечательном дворце культуры и спорта Малинище. Здесь абсолютно удивительные люди, которым интересна академическая классическая музыка. Инициативу жители поддержали местные власти. Но пока для полноценных трансляций в других селах не хватает только одного – скоростного интернета. Мы тоже хотим попросить, что ты и все, дети, я не о себе думаю, а о детях. Дети – это будущая страна. Теперь малиновый звон в Малинище – это гораздо больше, чем устоявшаяся фраза. В планах создание еще нескольких интерактивных концертных залов в глубинке. Создатели же пилотного проекта не скрывают. Он рассчитан на детей и людей старшего поколения. И уже гресят о трансляциях из-за рубежа. И, как в прежние времена, добавляют – вот такая она сельская новь. Наталья Паутова, Денис Демешин. Специально для НТВ. Рязанская область.